Приветствую тебя зритель универньюз студии Анны Глазунова. Я расскажу о самых ярких новостях студенчества. Итак, сегодня в выпуске. Завершился галоконцерт фестиваля «Студенческая весна» Республики Татарстан 2019. В Елабужском и Набережно-Челнинском институтах КФУ прошли мероприятия, посвященные празднованию Великой Победы. В концертном зале Уникса 7 мая прошел главный галоконцерт фестиваля «Студенческая весна» 2019. Какой из вузов завоевал гран-при, узнаете в следующем сюжете. Всплеск эмоций, море, адреналина и атмосфера, пропитанная духом студенчества, все это нашло свое воплощение 7 мая на сцене концертного зала «Уникс». Долгожданное событие – галоконцерт республиканского фестиваля «Студенческая весна» Республики Татарстан 2019 закружила в вехре праздника всю республику. На самом деле «Студ весна» – это вообще самое прекрасное, что может быть. Не важно, что ты не спишь ночами, то есть мы там по 4 часа спим, это все прекрасно. Просто «Студ весна» – это то место, где ты сможешь самовыражаться. У меня вот эта предпраздничная суета началась гораздо раньше, потому что мы, ребята из оргкомитета, к студенческой весне готовимся довольно-таки давно. То есть, например, наш комитет «Пиар и фандрайзинг», который занимается поиском партнеров, рекламой партнеров и так далее, свою работу начал за 3 месяца до мероприятия. Довольно-таки длительный, такой кропотливый процесс, который занимает большое время. И вот этот напряг, мы наконец-то рады, что вот оно мероприятие. Нам так, фух, стало легче, проще, все пока что идет отлично. Фестиваль является региональным отборочным этапом всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна», финал которого в этом году пройдет в городе Пермь. Три дня отборочных проходили Павловская академия. Это море драйва, эмоций, энергетики студенческой, творческой. Мы лучшие эксперты со всей России, эксперты с «Российской студенческой весны» оценивали наших ребят. И сегодня мы увидим достойных тех, кто уже поедет на Россию, в Пермь, представлять Республику Торстан на «Российской студенческой весне» 2019. Мероприятие прошло в три этапа. Гала-концерт – заключительная его часть. Ребята за кулисами уже готовы выйти на сцену, чтобы покорить зал своими номерами. Сегодня у нас в номере такая особенность. У нас в русской народной песне есть рэп. Вот. Это, да, очень интересно. На самом деле этот номер подготовили очень быстро, потому что горели этим. Он нам действительно нравится и надеемся удивить зрителей всех классов. И вот в зале погас свет и все внимание приковано к сцене. Уникс окутала магия пластики и художественности. В этот же вечер были вручены дипломы победителей, объявленные обладателям Гран-при в номинациях. В большинстве из них был отмечен Казанский федеральный университет. Финальным аккордом стало объявление Гран-при вуза в направлении общий зачет фестиваля. Гран-при фестиваля «Студенческая весна Республики Торстан-2019». Главная награда отправляется в руки студенчества Казанского федерального университета! КФУ вы здесь! Поздравляю вас! Молодцы! Студенчество Казанского университета было удостоено самых высших наград в нескольких номинациях. Теперь же лучшим коллективам и исполнителям предстоит выступить от Республики Татарстан на российской студенческой весне в Перми. Всего делегация состоит из 95 участников, в их числе свыше 30 студентов КФУ. Студенческая весна – это знакомство с университетом в новых гранях, полные залы зрителей и друзей, вдумчивые образы на сцене, волнение и неподдельная радость. Валерия Муратова, Ленарда Влетьяров, Универньюс. Концерт, посвященный празднованию Великой Победы, прошел в набережной Челнинском институте Казанского федерального университета. Подробности смотри в сюжете. Студенты, преподаватели и сотрудники набережной Челнинского института КФУ собрались для того, чтобы поздравить ветеранов войны, труда и тыла праздничным концертом «Ветер войны». Он прошел 7 мая в учебно-библиотечном комплексе и был посвящен 74-й годовщине празднования Великой Победы. Мероприятие началось с интерактивных площадок, лазерный тир, сборка-разборка автомата, выставка техники и вооружения. С приветственными и поздравительными словами выступил директор набережной Челнинского института Казанского федерального университета Махмуд Ганиев. Поздравляю вас сердце 74-летием Победы в Великой Отечественной войне, праздник, которого вы, наверное, никогда не забудете. Приходите почаще в гости. Мы всегда вам рады. Здоровья вам, успехов. Всего самого лучшего. Почетным гостем мероприятия стал труженик тыла Степан Хлупов, а также дети войны, которые на себе испытали тягоды военных лет. Перед ветеранами выступили творческие коллективы института, а стихи собственного сборника прочитал доцент набережной Челнинского института КФУ Геннадий Паутов. В этот знаменательный день память погибших в сражениях за Родину почтили минуты молчания. Кульминацией праздника стал танец студентов набережной Челнинского института КФУ с ветеранами, пришедшими на праздник. Они исполнили вальс Победы. Мы очень гордимся институтом, что у нас проходят такие мероприятия на таком уровне и желаем всем, чтобы они, когда им посещали такие мероприятия, а также, получается, всех поздравляем с праздником 9 мая. После праздника ветераны, студенты и профессорско-преподавательский состав института смогли попробовать настоящую солдатскую кашу. Анна Глазунова, Универньюз. В Елабужском институте КФУ состоялось празднование 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В масштабном мероприятии традиционно приняли участие преподаватели и студенты вуза, ветераны педагогического труда, дети войны и труженики тыла. Годовщина Победы в Елабужском филиале КФУ началась с возложения цветов к мемориалам героя Советского Союза Петра Сафронова и кавалеров Ордена Славы Ревката Гайнулина и Владимира Мясникова, память о которых хранят стены института. Отец прошел войну, видел смерть в лицо, вместе с тем оставался замечательным человеком. Война была давно, но она рядом. Нет семьи, где нет своего героя. Это и бабушки, и дедушки, и прабабушки, и прадедушки. Они вместе с нами в бессмертном полку. Дорогая мамаша, я боевой друг вашего любимого сына Боря. Далее участники праздничных мероприятий увидели постановку писем правдивых строки, подготовленную студентами Елабужского института. Спектакль был основан на письмах фронтовиков, отправленных с полей сражений своим близким и родственникам. В завершении спектакля артисты вместе со всем залом почтили память работников Елабужского института, призванных в ряды Советской Армии в годы войны, а также тружеников тыла. Я вас всех приветствую, всех поздравляю с наступающим Великим Днем Победы. И уполномочены сегодня сделать это от имени нашего ректора, Кафурова Ильшата Равкатовича, с пожеланиями доброго здоровья, хороших и добрых лет впереди, внимания от родных, близких, от всех тех, кто обязан пред вами преклониться. И мой дед был призван в первые годы войны, был танкистом, пропал без вести. И это история моей семьи. Слова поздравлений, улыбки и объятия в этот день чередовались с рассказами о самой страшной войне в истории человечества. Гости праздника делились воспоминаниями о суровых месяцах испытаний, о радостях и потерях, о счастливых встречах и горестных расставаниях, о тяжелых военных буднях и о величайшей победе. Мой сын участник боевых действий в Чеченской республике. Моя дочь работает здесь, в Елабуге, в отделе внутренних дел. Мы все поколения посвятивших себя отчизне офицеров России. И от имени нашей семьи, от имени потомков, участников Великой Отечественной войны оба моих деда воевали. Я желаю всем-всем нам, всем жителям Елабуги, Республики Татарстан и нашей большой России мира, счастья, добра и благополучия. День Победы в 1945 году. Я сидела на чисто вымытом окне и радовалась солнцу. День был ясный, чистый и красивый. А в это время бежала соседка, тетя Поля, и кричала «Победа! Победа!» Последняя часть праздника прошла на площади перед Елабужским институтом. Здесь состоялся марш смотра конкурса «Строи и песни», в котором приняли участие студенты всех факультетов. В завершении торжества стоялось шествие бессмертного полка, в котором по главной улице города студенты и преподаватели прошли вместе со своими предками, героически остоявшими свободу своей страны в Великой Отечественной войне. Я несу портрет моего прадеда Шагимарданова Мергосима Мордановича. Он воевал в таких крупных битвах, как Курская дуга. И там же во время отдыха, когда они начали уточнять число погибших, взорвался снаряд, и от полученного ранения он умер в госпитале. На фотографии мой прадедушка Тихоненко Александр Еремович. Он служил в украинском флоте, он там проживал, он вернулся с войной живой, и все было хорошо. Вообще война – это очень страшно, и нельзя забывать об этом. Нужно помнить и через 100 лет, и через 150. И слава богу, что есть такие мероприятия, как бессмертный полк. Хорошо, что мы помним и чтим ветеранов, хорошо, что мы поем военные песни. Камиль Гемоздинов, Айдар Нурмеев, Ильшат Ахмадеев, Универ Ньюз. На этом наш выпуск подошел к концу. Следите за нами в социальных сетях. Еще увидимся. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok